На 8 Санкт-Петербургском международном культурном форуме задул китайский ветер. Межкультурные отношения России и Китая постоянно развиваются. Жимин-Жибая, Китай. Уяньчжан Гуанчжан. Жимин-Жибая, Китай. 24 ноября 2019 года. Трехдневный 8 Санкт-Петербургский международный культурный форум завершился 16 ноября в Санкт-Петербурге, Россия. В течение нескольких дней музыканты, танцоры и театральные художники со всего мира активно участвовали в программе форума. Более 35 тысяч разных гостей из 96 стран и регионов обсуждали тему культурные коды в глобализированном мире, разворачивались культурные обмены и межкультурные диалоги. Как страна гость этого форума, Китай организовал серию культурных и художественных мероприятий, что делает этот форум полным китайского духа. Наслаждение прекрасной музыкой не зависит от национальности. Китайский павлин – это слишком восхитительно. На церемонии открытия форума 15 ноября китайская танцовщица исполнила танец на новой сцене Мариинского театра в России. Под лунным светом словно живой павлин вызвал бурные аплодисменты зрителей. Мелодичная бамбуковая флейта и игривый гудящий звук соны восхитили публику. Женщина около 50 лет по имени Анна Взволнованной сказала, «Никакие слова похвалы и больше не могут выразить мое потрясение и восхищение». Она считает, что наслаждение прекрасной музыкой никогда не зависит от национальности. Под руководством Министерства культуры и туризма Китая компания по распространению китайской культуры за рубежом организовала ряд выступлений и представлений известных отечественных художественных коллективов, в том числе и Шанхайского национального оркестра, который исполнил Большую народную симфонию Ода мира, а также спектакль Лан Лин Ван, созданного Национальным театром Китая, который получил широкую известность на Чеховском международном театральном фестивале 2019 года. «Притягательная сила китайского искусства впечатляет», — сказала журналистом Наталья Митина, руководитель Государственного академического русского оркестра Ин. В.В. Андреева. Четыре года назад китайская симфония Ода Миру, написанная композитором Чжай Цзипином, была исполнена Андреевским национальным оркестром в России. По прошествии четырех лет Ода Миру была снова представлена в исполнении музыкантов двух стран. «Это не только сотрудничество между национальными оркестрами двух стран, но и музыкальный и духовный резонанс исполнителей обеих стран, выраженные в сильных художественных эмоциях, а также демонстрация одинаковых взглядов двух стран на позиции защиты мира, для которой стоит вместе трудиться», — сказала Митина. Интерес России к китайской культуре растет во время форума. Россия организовала два круглых стола по китайско-российским культурным обменам. Тема первой сессии — лингвокультурное пространство одного пояса, одного пути, вызовы и возможности для университетов, а второй — перспектива российско-китайского сотрудничества в области кино. Ректоры университетов, преподаватели, представители издательств, режиссеры и издатели из Китая и России собрались вместе, чтобы обсудить новые идеи. Глубоко укоренившиеся проблемы и предложения о сотрудничестве именно на форуме из обсуждения превращались в конкретные разрабатываемые проекты. Санкт-Петербургский государственный университет недавно сделал две вещи, связанные с продвижением китайской культуры. Во-первых, был открыт онлайн-курс китайского языка, чтобы все, кто интересуется китайским, изучали его и китайскую культуру онлайн. Во-вторых, накануне форума были выпущены электронные версии трех китайских классических книг, рукописные копии романов «Сон в красном тереме» и «Неофициальная история о династии Уань», а также портреты древних китайских красавиц, опубликованные в конце XIX века. В связи с быстрым развитием экономики Китая интерес России к китайской культуре становится все более сильным, и межкультурные отношения России и Китая постоянно развиваются. Россия и Китай должны глубже понимать культурные традиции и концепции друг друга. Первый заместитель декана Восточного факультета СПБГУ Родионов считает, что с углублением отношений между Россией и Китаем в различных областях на всех уровнях китайской культуре уделяется в России все больше внимания. Я надеюсь, что российско-китайские культурные обмены в будущем будут способствовать взаимопониманию и растущей дружбе между двумя народами. Сотрудничество Эрмитажа и Китайского национального музея Гугун постоянно укрепляется. Госпожа Светлана Адаксина, заместитель директора Эрмитажа, недавно побывавшая в Пекине, рассказала, что два национальных музея будут сотрудничать путем организации выставок, как например задуманная выставка знаменитых часов павлина с Зимнего дворца. Они опираются друг на друга в методах распространения и в презентации научных и технических достижений, демонстрируя богатые музейные коллекции людям обеих стран. Россия и Китай должны стать образцом культурных обменов и взаимного обучения подход. Это начало ознакомления, интеграция, это основа восхищения. Многообразие форм глубокой культурной интеграции активно продвигается в еще большем количестве культурных областей. Русская театральная постановка «Убить императора», основанная на сценарии китайского писателя Мо Янина Ждзинка, была впервые показана в Санкт-Петербурге 14 ноября. Все главные герои спектакля – русские актеры. «Это попытка объединить театр и литературу, восточную пластику и музыку, поэзию и экспериментальную китайскую каллиграфию», сказала Юлия Мыльникова, креативный продюсер спектакля. Существуют также данные, что Китай и Россия совместно проведут год научно-технических инноваций в 2020 и 2021 годах. В рамках года научно-технологических инноваций культурные ведомства двух стран будут продолжать укреплять обмены развития культурных и художественных талантов, содействовать созданию высококачественных совместных произведений и представлений, вести более глубокие диалоги по вопросам просвещения и укреплять взаимопонимание и дружеские отношения между двумя народами. В Китае много выдающихся музыкантов. В течение последних лет дирижер симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии Дмитрий Филатов сотрудничал с китайскими коллегами. Во время форума, когда исполнители Китая и России вместе играли музыку песни о родине, празднуя 70-летие установления дипломатических отношений, он глубоко прочувствовал, что художественные обмены и сотрудничество могут сблизить души людей. «Хорошие друзья и добрые соседи особенно нуждаются в углублении взаимопонимания и признательности друг другу», сказал Кропачев, ректора Санкт-Петербургского государственного университета. Культурный обмен должен быть всеобъемлющим и разнообразным, особенно стоит укреплять взаимосвязи для таких аспектов культуры, как музыка, живописи и танцы. Россия и Китай должны стать образцом культурных обменов и взаимного обучения. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.